Разрешите представить вам клинический случай больного, который находится у нас в больнице, который имеет такой диагноз, как болезнь Пика. Это хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, встречающееся обычно в возрасте 50-60 лет и характеризующее деструкцией и атрофией коры головного мозга, преимущественно в области лобных и височных долей. Распространенность – это один из вариантов деменции, и распространенность этого заболевания составляет 2,5%. В общем, достаточно редко. Я работала с этим пациентом и продолжаю работать сейчас методом танцевально-двигательной терапии и нейромоторной терапии. Что такое танцевально-двигательная терапия? Я вам сейчас это видно. Это психотерапевтическое использование танца и движений, как процессы, способствующие интеграции эмоционального и физического состояния личности. Это достаточно новый метод, хотя уже только я работаю в психиатрической больнице уже 20 лет, и во многих психиатрических больницах нашего города танцевальные терапевты успешно работают и проходят обучение в Институте практической психологии и матон, и нас уже достаточно много. Но главным образом те, кто работает в клинике, в детской или взрослой, то они, как правило, имеют первое образование – это клинические психологи. Немножко скажу о развивающей коррекционном потенциале танцевально-двигательных методах. Задействует много психических процессов, оказывает на мозг комплексное влияние. Танис требует от человека обработки информации, поступающей практически от всех органов чувств. Развитой моторики, координации движений, чувства ритма, эмоциональности, концентрации внимания, памяти и воображения. Это все относится к понятию психомоторики. В процессе танца проходит мощная взаимная координация сенсорных, моторных и когнитивных компонентов деятельности. И большая двигательная свобода, возможность личностного самовыражения, использования творческого потенциала человека. Безусловно, это тоже в танце мы задействуем, так как танцевальные терапевты очень часто работают с танцевальной импровизацией. Отдельно хочется сказать, что по своему образованию, помимо того, что желательно, чтобы танцевальные терапевты были или клиническими психологами, или врачами, или имели образование адаптивной физической культуры, но по первому самому образованию очень приветствуется, и не то, что приветствуется, а желательно, чтобы это были танцовщики. И танцовщики, неважно какого направления танца, важно, чтобы они танцевали с детства, потому что таким образом нарабатывается достаточно обширный язык движений у человека, который он в процессе отзеркаливания движений, такой метод есть у нас, он может таким образом отзеркаливать движения клиента или пациента, и переводить эти движения из дисгармоничных в гармоничные. Я применяю сейчас не только танцевальную терапию в психиатрическом стационаре, групповую, но и нейромоторную терапию, которая состоит из серии упражнений, направленных на диагностику и коррекцию мелкой моторики, координации мелких и крупных движений, пространственной ориентации, выявления органических поражений головного мозга, полурия и оптикомоторной координации по Толчинскому-Одзерецкому. Также нейромоторная терапия включает в себя упражнения на коррекцию концентрации внимания на визуально-моторные стимулы поведения человека. И основной принцип нейромоторики – это одновременная синхронная работа обеих рук, при этом каждая из которых выполняет свое задание. Именно при таких упражнениях тренируется согласованная работа двух полушарий мозга. Упражнения на координацию движений в нейромоторной танцевально-двигательной терапии влияют на анатомо-функциональную представленность нейромоторных упражнений, применяемых в этих методах, и соответствуют влиянию на подкорково-стволовые образования теменно-височно-затулочную кору больших полушарий и лобную кору головного мозга. Ну вот теперь поконкретнее клинический случай, который я хочу вам подробно-подробно представить, потому что, во-первых, это редко, во-вторых, человек, который является пациентом нашей больницы, он доцент, кандидат наук, преподаватель вуза, был научным руководителем нескольких диссертационных работ, он живет один, детей нет, но жил с мамой какой-то, безусловно, долго, но после смерти мамы остался один в отдельной квартире, то есть помочь ему некому. Ухудшение состояния было около пяти лет назад, стала снижаться память, забывал нужные слова, и поступил сигнал от студентов, что он стал забывать слова, и очень трудно стало его понимать, и таким образом, по согласованию с коллегами, он обратился за помощью к психиатрам. Я поподробнее немножечко прочту, как психологическую диагностику. Мы танцевальные терапевты, так же, как и клинические психологи, при работе с пациентами, безусловно, смотрим историю болезни и анамнез пациента. В работе остановлюсь на таких элементах поведения. Пациент иногда повторяет и комментирует услышанные из отделения слова. Несколько раз без инструкции берет лист и карандаш, лежащий перед ним, рисует на листе отдельные значки, но уточняющие вопросы, что это и для чего он это делает, ответить не может. Эмоциональное реагирование пациента обеднено, недостаточно дифференцировано. Речь замедлена по темпу, интонационно бедная, однообразная. На вопросы пациент часто отвечает расплывчато, не по существу, нередко не может дать четкий ответ, проявляет выраженную склонность к компенсаторному рассуждательству. В беседе затрудняется конкретизировать собственные эмоциональные переживания. Он считает, что он нуждается в лечении, однако что именно нужно вылечить, сказать не может. Состоянием своим и нахождением в больнице тяготится, понимает неудачи в своей работе и как-то очень легковесно к этому относится. В работе с заданиями психологической диагностики продуктивность отчетливо снижена. Никакие тесты психологические, которые использует клинический психолог, он сделать не мог. Обращенную речь он понимает, но часто ответить правильно не может, забывает слова, и поэтому пытается как-то выкрутиться в какую-то сторону, в которой ему легче. Хотя таким образом уходит совершенно на другую тему. В письменной речи появляется неспособность к самостоятельному письму. Пациент не может написать самостоятельно составленное предложение в связи с неспособностью удержать сформированный замысел вербальной конструкции в памяти. Однажды на сессии он сказал, не могли бы вы мне что-нибудь дать по психомоторике. То есть иногда у него пробуждается какая-то память, что он все-таки преподаватель, что он научный работник. И когда я ему предоставила статью о том, что такое психомоторика человека, и через неделю спросила, ну как вы почитали, он сказал, нет, я не смог почитать, у меня расплываются все строки. Не то что не понимает, он даже их не видит. По части пространственной ориентации пациенту практически недоступно понимание пространственных и квазипространственных отношений, как в предметных действиях, так и в рамках собственного тела. Формально, сохранно, право-лево ориентировка. Пациент способен выполнить прострую инструкцию, взять ручку в правую руку или левую. Однако при необходимости повторить более сложные движения он не справляется. Я пыталась с ним проводить те же тесты, которые проводила практически с другими больными, с психическими заболеваниями. Это, сейчас я открою, ничего у него, к сожалению, психологическое, вот я уже сказала многое из психологической диагностики, вот в пространственном гнозис и праксис, пациенту практически недоступно понимание пространственных и квазипространственных отношений. Формально, сохранно, право-лево. Большая часть описанных действий пациент способен выполнить спонтанно или по вербальной инструкции. То есть вот показать окей он может, а когда говоришь, что сделайте пальцем что-нибудь вот так вот, мелкая моторика практически не работает. Поэтому очень сложно было видеть, что он не справляется с нашими тестами. И мне вот методики оценки эффективности танцевальной терапии, я не буду их зачитывать, вы можете посмотреть. Вот все вот эти вот методики, которые танцевальные терапевты используют до танцевальной терапии и потом после, он ни с одной из них не справился. Поэтому когда психологи мне его дали на танцевальную двигательную и на нейромоторную терапию, они сказали, ну попробуйте, Наталья Юрьевна, вдруг что-нибудь получится. И вот когда в процессе диагностики, мы работаем очень часто с ритмом в процессе диагностики даже, и когда я увидела, что ритм все-таки держит и пытается, то это явилось той мишенью, за которую я зацепилась, и через ритм и через музыку я попыталась к нему как бы найти подход. Я поняла, что он любит музыку, поняла, что он достаточно хорошо в музыке разбирается. И когда я попросила его под музыку повторить ритм, сначала какой-нибудь простой, просто отстукать, он это сделал. Но когда я сказала ему, что вы не могли бы станцевать под эту музыку что-нибудь, он сказал, да я вообще-то не танцую, я технарь, у меня не получится. Но когда он стал танцевать, импровизировать сам под музыку, то он делал это очень легко, свободно, и полное изумление у меня возникло, потому что он методика Лурия, что такое методика Лурия на пространственную ориентацию. Вот так вот надо круг сделать, потом на координацию движений в быстром темпе. Это известные упражнения. Ничего из этого он сделать не мог. То, что он делал, это вместо вот круга, это были какие-то вот такие вот вещи. Вместо вот этой методики он что-то делал руками, где-то руки гуляли, болтались. Мы сидели вот напротив друг друга, и это были упражнения в статике. Мелкая моторика, вот элементарные упражнения, вот такие, да, у него это ничего не получалось вообще. Представьте себе, это мужчина высокий, крепкого такого телосложения, и как бы вот это вот все не знаешь откуда, что с ним делать, будем вот так говорить. Поэтому, когда он отреагировал на музыку, и я попросила его станцевать, и когда он станцевал, и когда вот по методике оценки анализ телесных напряжений и телесный анализ, и я смотрю, что у него распространенные движения в пространстве, что он двигает руками и ногами, что он координирован чисто моторно. Для меня это было полное удивление. И когда я его попросила, а можно ли я с вами станцую, он так говорит, ну, конечно, можно, и я бы был рад, но я уже давно не танцевал, и он очень прекрасно, вот мы с Елизаветой Александровной вам покажем сейчас, как это выглядело, потому что, к сожалению, видео я не могу показать. А вот эта вот методика КМС Рамос Валерио, это очень хорошая методика по результату, она говорит о результате танцевально-двигательной терапии по четырем параметрам когнитивной, моторной, эмоциональной и социальной. И вот этот вот первый кружок на линии, один маленький, он говорит о том, что эти все при первичной диагностике, он очень плохо справился со всеми четырьмя этими параметрами. Но когда мы после занятий десяти, я тоже проводила диагностику для того, чтобы представить результат занятий в медицинскую карту, которую мы, танцевальные терапевты, вписываем в нашу работу, то получилось, видите, по графам эмоциональное и моторное, он сделал очень большой скачок. Вот перейдем, давайте. Сейчас мы спустимся и вам покажем, просто как это выглядело. Но вот, к сожалению, нельзя показать его, поэтому за него буду я. Как сначала танцевал он? Это значит, вот представьте себе, что человек ничего не мог сделать руками. У него только руки вот так ходили. Вот ногу с рукой, сидя, это ему было вообще очень сложно. Как он танцевал в вальсе. Даже при первичной диагностике, но потом было десять занятий, стало намного лучше. Он сначала слушает с закрытыми глазами человек с тяжелой формой альтгеймера. Он сначала слушает, вот так вот качается, и быстро уходит вообще из этого мира, в свой мир. Я повторяю его движение. Это крупный мужчина. Он дает мне руку и просит, чтобы я с ним стала. Вот, понимаете, полный вальс. Это все он делает. Вы понимаете, изумление мое. Изумление, на второе занятие я пригласила его, врача-психиатра. Ну, потому что я просто пришла в ординаторскую, сказала, вы знаете, я не знаю, что вам сказать. Просто я не знаю, как на это все реагировать. И когда пришел врач-психиатр, вот это все увидел. Причем собирались больные. Это происходило в отделении, в столовой, потому что выходить нельзя. У нас так все ковидные ограничения. А больные выходили, тоже вот это все смотрели. Ему было все равно. Смотрит на него, нет. Но он очень, как бы сказать, эрудинованный, эрудинованный, интеллигентный человек. То есть в процессе сессии я с ним разговаривала на разные отвлеченные темы. Я пыталась понять, можно ли вывести его на разговор. Он очень, кстати, четко определял, тестирует его или нет. И когда он понимал, что его тестируют, он зажимался. Он даже говорит, вы меня сейчас тестируете? Вот. Я с ним даже разговаривала на поэзию, поставила ему аку джаву, Надежда Маленький, оркестр. Я говорю, вы помните, кто это? Он говорит, да, да, я помню этого певца. Забыл, забыл, как забыть, не могу вспомнить. Я ему напомнила. Он говорит, да, и даже слова вспомнила. Вот. И потом я его спрашиваю, а вы Высоцкого любите? Я говорю, вы можете сравнить? А куда вы Высоцкого? Понимаете, со своими больными, со стойкими дефицитарными нарушениями. Я об этом не разговариваю. Вот. И когда он говорит, да, конечно, но это разные, разные уровни стихов и все такое прочее. Ну, ладно, теперь следующее. Можно два слова. Теперь уже по прошествии времени. У нас больница лежит долго. Отлично. Я Вам просто сейчас просто покажу, как я поменяла ритм для него. Это при том, что если я предварительно, как бы встречаюсь с ним и делаю вот эти все тестовые упражнения, разные, он не делает ничего. Он не может сделать ничего. Пространство гуляет. Вот это вот. Это нереально. Это вообще очень сложно. Он не делает из этого ничего. Поставь это. Теперь я ставлю просто так вот, ну, хип-хоп какой-то поставила, ему думаю, интересно, что будет? Я это он. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Я 20 лет работаю психиатрией. Я такого не припомню. Мы пишем заключение, конечно, которое вставляем в историю болезни и компьютеры, и бумажные. Приморбидно высокий интеллектуальный уровень, он меняет процесс снижения и эспиративность выражения, что позволяет через сложный художественный образ танца мобилизовать компенсаторные возможности из резервы других полушарий головного мозга. То есть вся эта деятельность наша, она правая полушария, левая полушария у него снижена. При отключении локальных когнитий левого полушария включается компенсаторный процесс правого полушария. Эмоциональная насыщенность положительной мотивации танец снижает уровень зоны функциональных нарушений зоны парабиоза, которая формируется вокруг зоны структурных дегенеративно-дискотических изменений. Когнитивные нарушения его, связанные с локальными структурными поражениями в виде отложения амилоида, болезни пика, болезни альтгеймера, носят многоочаговый, часто корковый характер. Вокруг качагов формируются функциональные зоны парабиоза. По-видимому, танец, как сложный музыкально-художественный образ, обогащенный разными ритмами, движениями, импровизацией, положительной эмоциональной окраской, формирующейся синтонностью пульсовального характера пациента, это включение в друг друга, мобилизует старые, устойчивые, жесткие и повехтеленные нейронные связи и по ходу активно формирует новые, гибкие, это тоже повехтеленные, я говорил много об этом писала. Пульсинаэронные связи может быть временные, но одновременно танец, музыка, эмоции как бы пробуждают функциональные зоны парабиоза, мобилизуются в самых функциональных сатурных землях. Вот так, спасибо за внимание.